Здравствуйте! Как принимают самарских музыкантов за рубежом? Какую концертную программу подготовила филармония на 2020 год? И почему надо слушать классику? Об этом говорим в нашей студии художественный руководитель Самарской филармонии, областной, главный дирижер Академического симфонического оркестра, народный артист Российской Федерации Михаил Щербаков. Здравствуйте, Михаил Александрович. И коротко можно сказать, маэстро. Здравствуйте, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, вы были буквально недавно, начали так интересно свой год с гастролей в Испании. Какие у вас остались впечатления об этом путешествии плюс работе? Ну, не только начали, но и закончили прошлый год. Мы, интересно, да. Мы выехали в Испанию на рождественские как раз празднества. И оркестр из Самары был как бы центром таких рождественских и новогодних концертов в самом знаменитом зале концертном Барселоны Палао де ла музыка. Мы там дали где-то 12 концертов. Кроме этого, мы в Барселоне еще сыграли в сравнительно новом таком концертном зале, великолепном, с шикарной акустикой тоже, которая называется просто аудитория. И в знаменитом на весь мир оперном театре Лиссео. Это было тоже очень почетно выступать в таком зале в рождественские празднества. Затем начались новогодние празднества. И тоже мы давали концерты. И даже по два в день. Два дня у нас было таких очень трудных. В целом получилось, что мы за 19 дней оркестр дал 21 концерт. Некоторые думают, что вот поехали в Испанию. Да, отдохнули, перезарядились, загрузились. На самом деле там очень-очень большая работа, потому что кроме концертов нам нужно было и репетировать, потому что какие-то вещи нужно было подстраивать под уже новую акустику, новые залы. Но все это искупает совершенно невероятная атмосфера. Во-первых, невероятные красоты залы с блистательной акустикой. А у нас есть фрагмент музыкальный. Давайте его посмотрим, чтобы зрители представляли, как это было. Затем начались новогодние празднества. Затем начались новогодние празднества. Каких композиторов звучали? С какой программой вы выезжали? Как она воспринималась? Вот вы сейчас видели фрагмент, который мы исполняли в вот этом самом знаменитом концертном зале. Вы увидели какая-то красота, которая называется «Палао де ла музыка». Это старинный зал, великолепная акустика, и это был концерт, в котором мы исполняли «Кармину Бурану» Карла Орфа. В Самаре мы ее тоже исполняли и не раз. Но в данном случае мы ее исполняли с испанским хором и международным составом солистов. Кроме этого, мы еще играли девятую симфонию Бетховена. Также были в репертуаре произведения русских композиторов. Ромео Джульетта Петра Ильича Чайковского, «Ночь на лысой горе» Мусоргского. Были такие знаменитые сочинения, как «Ученик чародея» и «Болеро» Равеля. Вы сказали, что одинаковое произведение слушала и самарская публика, и в Испании. А разница восприятий в реакции была какая-то? Вы ее уловили или нет? Да, я только не договорил основную вещь, что вот эти произведения, о которых я сказал, они были в нашем репертуаре, мы их исполнили там. Но основой было все-таки участие в фестивале Иоганна Штрауса. Поскольку мы попали в Испанию в празднество, естественно, больше всего мы играли Иоганна Штрауса. И, собственно говоря, мне как скрипачу по первой специальности, мне удается... счастливая возможность предоставляется, значит, как бы исполнять Штрауса в том виде, в котором, вероятно, это как-то звучало в его времена. Да, да. То есть со скрипкой в руках и играя соло. Вероятно, это привлекает публику. Но в целом я могу сказать, что музыканты оркестра, конечно, очень собрались, с большой самоотдачей работали. И я и могу поблагодарить их, потому что они сделали все, возможно, для того, чтобы представить самарское музыкальное искусство в самом достойном виде. В общей сложности, я уже сказал, сколько было концертов, у нас было, кроме Барселоны, в основном мы были в Барселоне. И жили в Барселоне. Ну, не в центре, конечно, но все-таки. И работали вот по Лаудену музыка. А кроме этого были города, близкие к Барселоне, такие как Реус и Тарагона. Это 100 километров. Но и чуть дальше были Бильбао, например, это уже 560 километров, Валенсия, Помпрео, Гвадарахара. Кроме того, что репетиции концертов еще переезжали. Да. Так много переделались. Сначала мы сидели в Барселоне, а уже потом, после Нового года, у нас начались переезды. Что представляете себе? Извините. Даже был такой город Пальма-де-Майорка, в который нас пришлось не везти на автобусе, а пришлось нам лететь на самолете туда. Прилетели, дали концерт, переночевали, и обратно на самолете, и вечером уже концерт в Палай-де-Музыка. Программа насыщенная. Очень напряженная программа. Очень напряженная. Мне, в общем, самому было в какой-то степени интересно, вот как я сам и как коллектив выдержит. Ну, я почему говорю про себя, потому что уже мне не так мало лет. Уже не мальчик. Хотя, что тебе не оговорили, сказали, не так много лет было такое. Вот. И, ну, в общем, можно констатировать тот факт, что да, удалось выдержать. И вот эти вот гастроли, это, конечно, очень событие очень значительное. И проверка на прочность еще. Невозможно переоценить его. Невозможно переоценить. Потому что это очень важно, что музыканты, оркестры, у нас было много молодежи. Меня это очень радует, что именно молодежь поехала, естественно, потому что старшее поколение очень часто по состоянию здоровья просто не может на вот такие вот 20-дневные гастроли выехать. Вот. Молодежь. И они вкусили вот этот аромат зарубежной гастролей напряженных. И я увидел, что им, они зажглись, им очень понравилось. Я видел, что они готовы работать над собой. Они вдохновлены, вдохновлены. И я обязательно хотел бы сказать, поблагодарить Дмитрия Ильича Азарова за то, что он поддержал эти гастроли. Все-таки у нас это год, 80-летие симфонического оркестра. И филармония. Юбилей, да. И такое совершение было прекрасное. И уже оркестр 12 лет не был на гастролях. Поэтому для нас это крайне важно. Вот выехать на такие гастроли и попробовать себя. Потому что это похоже на то, как если вот спортсмены тренируются старательно, а соревнований у них нет. Ну, проверку на профессионализм вы прошли. Что касается европейской зимы. Поменяли ли бы вы для себя европейскую зиму на нашу? Не знаю, что это за понятие у вас европейская зима. Это более такой климат теплый. Для русского человека там нету зимы. Какая зима? То есть вам наша ближняя... Я удивлен в вашем вопросе. Какая же это зима? Ну, и надо справедливости сказать, что и наши зимы уже приближаются к европейским по климатам. Нет. 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 Не надейтесь. Наша зима намного холоднее, чем в Европе. Вот. И этим мы отличаемся. Это нас и закаляет. Поэтому у нас есть характер. Кто ваши композиторы? Близкие вам по духу, музыке? И даже вот в работе с ними вы чувствуете себя прекрасно. Вы уже Штрауса упомянули. Еще кто-то. Штраус – это самый веселый композитор, самый радостный композитор, наверное, за всю историю музыкального искусства. А мне, конечно, ближе всего русские композиторы. Рахманинов и Чайковский. Ну, очень, дальше очень длинный список, потому что, естественно, что Бах, Моцарт, Бетховен, Брамс – это все, это все тоже любимо. Ну, предпочтение русские, наши композиторы. Да, конечно. Первый раз в этом году вы пришли к нам в студию, 2020-й. Какая программа на год «Филармония» чем будет удивлять, привлекать? И здесь вот содержательная сторона тоже. Вы будете продолжать лекции об искусстве, диалоги об искусстве, вот эту практику, которую уже у вас проходила? Когда вы рассказываете. Да. У нас, в общем, почти каждый концерт – это как диалог об искусстве, потому что у нас есть замечательный музыковед Ирина Цыганова. Она рассказывает о произведениях, которые будут звучать, о исполнителях, которые будут играть. И, так сказать, такое общение с публикой. И каждое дневное, на каждом концерте, оно обязательно. Сам я не всегда беру на себя такую миссию, потому что, во-первых, есть штатный лектор. И, во-вторых, все-таки, когда предстоит продирижировать какое-то крупное серьезное сочинение, очень важно настроиться на него, понимаете? Сконцентрироваться. Да, собраться, а не рассказывать о нем. Хотя, конечно, у дирижера свой взгляд на произведение, на то или иное произведение, на того или иного композитора. И поэтому, наверное, публике иногда интересно послушать, что же думает дирижер о том, что он сейчас представит публике. Мы подумаем над вашим предложением, да, и подумаем о диалогах. А каких музыкантов нам ждать в ближайшее время? Кто будет? У нас вообще в нашем графике, гастрольном, концертном графике, вернее, самые выдающиеся музыканты России. Собственно, мы не очень сильно отличаемся в этом смысле от Москвы и Петербурга. И поэтому, я думаю, что нашим слушателям гарантировано, когда они приходят в филармонию, что они услышат очень высокопрофессиональных, очень талантливых музыкантов, артистов. И не может никто попасть на сцену Самарской филармонии случайно. И, так сказать, разочаровать публику. Я думаю, так. А сколько всего музыкантов в вашем оркестре? У нас 90. 90 музыкантов. Ну, ездили сейчас не 90. У нас ездило 57 музыкантов, а те, кто остались, мы к ним пригласили еще дополнительно несколько музыкантов, и они смогли дать, ну, такого, несколько развлекательного характера концерты, эстрадного характера, с другими дирижерами в праздничные дни в Самаре. Так что Самара не осталась без концертов, но основная часть оркестра выехала на гастроли. У нас есть еще один фрагмент из выступлений на гастролях. Давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. Субтитры подогнал «Симон» Если подводить итог ваших гастролей, какое самое большое впечатление, яркое, может быть, осталось? Что вы вынесли из этого вояжа, так хочется сказать, тура гастрольного? Ну, я уже сказал о том, что это невозможно переоценить, то, что мы вынесли. Потому что этот опыт концертный, вот таких зарубежных гастролей, это же проверка музыкантов. Они, когда выходят на сцену, они по глазам слушателей, они видят, по их аплодисментам, по их приветствию, насколько то, что они делают, действительно доходит до сердец слушателей. И нас так тепло принимали, восторженно, что это, конечно, вдохновляет. Вот что, что мы вынесли из этих гастролей, это, прежде всего, вдохновение для оркестра. Ну, надежда на еще, на будущее. Уже гастроли закончились, музыканты сразу же начали, Михаил Александрович, а у нас еще будут гастроли такие. Ну, это не только от нас зависит. Вот. Но я думаю, что, в принципе, гастроли, конечно, должны стать какой-то такой, все-таки, достаточно регулярной. В Испании вы были в 2007 году, если не ошибаюсь, да? Да. Что изменилось с того времени? Вот какая-то вот есть разница, которую вы почувствовали? Да. Уловили что-то такое другое. Что произошло? В Испании есть разница, знаете, в чем? Я думаю, что в нашей стране мы приблизились по комфортабельности, по качеству дорог, по ухоженности наших улиц, в Самаре, например, даже. Я уже не говорю про Москву. Вот. К Европе. Вот Европа остается, вот она какая она была, такая есть. А мы меняемся. А мы меняемся. И мы приближаемся к ней. Вот это я почувствовал. А что касается изменений в самих концертах в плане подачи классики, когда используют различные световые эффекты, дополнительные элементы шоу, как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, музыка вообще, она родилась из импровизации. Она не... Это ведь не наука, которая, так сказать, тщательно вычисляется. Вот. И дважды два получается обязательно четыре. Вот. А музыка – это искусство. И оно, я думаю, искусство, оно допускает самые различные эксперименты. Могут быть даже и неудачные эксперименты. Вот. Но в Испании нет такого стремления, чтобы вот эта классическая музыка, она как-то звучала по-особому. Я почувствовал, как и везде, и как и в Самаре, и в других странах, что музыка нуждается прежде всего в искреннем чувстве со стороны исполнителей. Прежде всего. Если исполнитель способен вот выйти на сцену и передать свои эмоции и какое-то глубокое проникновение в сущность произведения, в сущность этой мелодии, этого музыкального сочинения, то публика сразу откликается. Да, и никакие дополнительные другие эффекты не нужны. Ничего не надо. Вот. Я думаю, что некоторые организаторы наших даже каких-то концертов излишне суетятся по поводу того, что нужно как-то музыку... Поляризировать больше. Гениальную музыку, надо что-то такое с ней делать. Но сложно каждый раз выйти на сцену и пережить эту музыку, передать это переживание, как будто это первый раз вы услышали. Вот это трудно. Вот это невозможно почитать и никакими купить деньгами. Это бесценная вещь. Вот в этом искусство. музыкального исполнительства. К этому мы стремимся. Что у нас получается? Это уже не нам судить. Но понятно, что это самое трудное. Вы уже сформировали свои планы как дирижер, в качестве дирижера на 2020 год. Что у вас будет за работа? Конечно. У нас планы сформированы. Мы познакомим скоро с этими планами наших слушателей, дорогих. Я думаю, что мы отдельно еще по этому поводу с вами встретимся. А сейчас я бы хотел сказать, что у нас вот этот год все-таки это год 75-летия Победы. В прошлом году мы уже провели такой необычный формат. Может быть, вы помните «Бессмертные песни о войне». вот такой. То есть я тогда к вам тоже приходил и рассказывал, как мне пришла эта мысль. Потому что в общем, под огромным впечатлением «Бессмертного полка», как и весь наш народ, вообще весь мир, мне кажется, под огромным впечатлением. Вот. Вдруг я как музыкант, я понял, что ведь у нас бесконечное огромное количество песен на войне. как, наверное, ни у кого, ни у какой другой страны, ни у какого другого народа. И среди этих песен есть настолько гениально написанные песни. Ну, такие, как «Журавли», «В землянке», «Темная ночь» и так далее. Которые по своей глубине, по степени воздействия на людей, они равны иной симфонии. Ну, вот. И, знаете, сейчас мы живем в такое время, когда есть силы, которые пытаются переписать нашу историю. Историю мировую. Значит, в результате почему-то Освенцин, оказывается, освободили американцы и вообще американцы победили во Второй мировой войне. Хотя они все знают, когда они открыли Второй фронт. Вот. И поэтому не грех вот взять еще и бессмертные наши песни. Вот сделать на этом акцент. Понимаете, подчеркнуть, что вот у нас не только, понимаете, великие симфонии есть, такие как Седьмая симфония Ленинградская, Шостаковича, которой мы гордимся все, самарцы, потому что она здесь была написана. Вот. И мы наверняка будем в этот юбилейный год ее играть. Но и «Бессмертные песни о войне», я думаю, что мы скоро объявим опять же вот этот конкурс, или как это сейчас и говорят, кастинг. Вот. пригласим всех желающих, как и в прошлом году, кто хочет спеть с оркестром вот эти вот песни о войне. То есть это самарские исполнители будут? Самарские, конечно, да. Самарские исполнители, причем не все они будут, вот он в прошлом, прошлый год показал, что бывает приходят очень профессиональные любители, которые профессионально не занимаются вокалом, но с другой стороны они занимаются, с другой стороны, они берут какие-то уроки, вот, потому что им это очень нравится. И поют очень хорошо песни о войне. Мы в прошлом году и дали два концерта в филармонии прямо накануне Дня Победы, а в День Победы 9 мая мы выступали и на площади Куйбышева со своим блоком вот этих вот вот этих вот уже победителей конкурса. Вот. И вот, собственно говоря, я надеюсь, что вот сегодняшнее мое выступление это уже в этой степени приглашение к участию в нашем конкурсе. А мы, естественно, разместим на сайте филармонии все условия и даты, когда будет проходить кастинг и когда будут проходить концерты. Практика абонементов, она продолжается. То есть, на что можно рассчитывать? Там какая будет программа или что? Как все это выстраивается? Да, мы сейчас работаем над абонементами и у нас пройдет, вероятно, как это всегда бывает, в апреле месяце у нас пройдет ярмарка. Ярмарка пройдет абонементов и мы тогда всех познакомим с нашими планами. Понятно. У Самарской филармонии очень хороший сайт и там можно найти всю информацию и по абонементам и по всему. И даже купить билет сегодня можно онлайн. Поэтому Самарская филармония она в ногу со временем идет с технологиями новыми и действительно хорошо, очень облегчает взаимодействие между артистами. У нас есть несколько юбилеев, которые мы, конечно, с удовольствием хотели бы отметить в наших концертах. Это 180 лет Петру Ильичу Чайковскому и 250 лет Бетховену. Вот 1 октября, я думаю, в День Музыки, Международный День Музыки мы откроем сезон исполнением Девятой симфонии Бетховена. Это монументальное сочинение, самое масштабное у Бетховена. Я думаю, что оно достойно того, чтобы прозвучать в его юбилей. В этом году вы будете со своим оркестром выступать с кем-то из очень известных исполнителей, пианистов, может быть, скрипачей, что-то вот такое запланировано уже на ближайшее будущее, что тоже можно анонсировать или нет? Обязательно будем, мы все это расскажем вам позднее. Хорошо. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо большое за эту информацию, которую вы дали, за отзывы и ваши впечатления от поездки от гастрольного Тора в Испанию. И хочется пожелать вам, что ваши надежды и надежды ваших музыкантов на новые гастроли исполнились тоже в ближайшем будущем. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин